С приветственным словом приглашается Александр Сергеевич Радьков. Дамы и господа, во-первых, разрешите мне поздравить наших китайских друзей с успешным проведением 18-го съезда Компартии Китая и с избранием генеральным секретарем ЦК КПК товарища Си Диньпина. АПЛОДИСМЕНТЫ Объем международных резервов составляет свыше 517 миллиардов долларов. По этому показателю мы третий в мире. Инфляция за 4 года уменьшилась более чем в 2 раза. Это рекордно низкий показатель за последние 20 лет. Правительством России принимаются самые серьезные меры по совершенствованию инвестиционного климата в стране по следующим направлениям. Это совершенствование нормативно-правовой базы по таким направлениям, как упрощение строительных процедур, снятие инфраструктурных ограничений, упрощение миграционных процедур, совершенствование таможенного администрирования, налоговое стимулирование, развитие корпоративного законодательства, снижение административных барьеров. В стране созданы и действуют институты совершенствования инвестиционного климата, российский фонд прямых инвестиций для работы с долгосрочными и стратегическими иностранными инвесторами, Институт федерального инвестиционного полномоченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов, Агентство стратегических инициатив для содействия преодоления административных барьеров и привлечения софинансирования перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов, Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Конституционный совет по иностранным инвестициям в России. Знаменательно, что форум проходит в условиях, когда в России действует федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации с общим объемом финансирования более 330 миллиардов рублей. Целью программы является повышение конкурентоспособности российского туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Одной из важнейших задач программы является развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации. Ее решение планируется осуществить посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров и формирования сети автотуристских кластеров, которые станут точками роста развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети планируются располагать на наиболее популярных маршрутах и федеральных трассах, а также вблизи мест, представляющих значительный туристический интерес. Решение данной задачи будет проходить поэтапно. На 2011-2014 годы запланирована реализация пилотных проектов по созданию туристских и автотуристских кластеров. На 2015-2018 годы – тиражирование опробированных и отлаженных решений и механизмов. Надеюсь, что результатом работы нашего форума станет создание механизма привлечения на взаимовыгодных условиях китайских инвесторов в реализацию данной федеральной целевой программы, строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры на территории России, что в конечном итоге создат условия для существенного роста взаимных туристских обменов между нашими странами. Желаю участникам форума успешной работы, установления новых деловых и личных контактов как основы дальнейшего продуктивного сотрудничества. Уверен, что этот форум станет значимым завершающим мероприятием года российского туризма в Китае. Я хотел бы от имени Шанхайского народного правительства поздравлять с открытием форума и приветствовать всех присутствующих руководителей, экспертов и гостей издалека. Под назначительным вниманием правительств Китая и России мероприятие в рамках года российского туризма в Китае получил совершенное удать китайско-российское всестороннее сотрудничество в сфере туризма представляет собой перспективный. В этот момент проведение форума совместное обсуждение политики привлечь иностранное инвестирование в развитие туризма, совместная опроботка мер создания хорошего климата инвестирования, презентация российских проектов по инвестированию в туризм, и подписание протокола и соглашение сотрудничества будут способствовать развитию китайского российского сотрудничества в сфере туризма. На долгое время торжба между Шанхайом и Россией, имея давнюю историю между городами, попротивами Шанхаи и Санкт-Петербургом, есть тесное общение и широкое сотрудничество. В этом году Шанхай активно принимает участие в мероприятиях в рамках года российского туризма. По сравнению с данным прошлого года, количество людей, приезжавших в Россию, увеличилось на более 20%. В следующем году, продолжив вдохновить шанхайских голоджан, путешествовать по России, мы будем использовать шанс код китайского туризма в России, принятие российских туристов с новейшими туропродуктами, противоприимными. И давайте идти руку об руку, вместо них работать за добрососедство и стратегическое сотрудничество между Китаем и Российским, не делайте вклад в то, что в 2015-м общая сумма перевесит 5 миллионов. Желаю второму китайскому российскому форуму по сравнению с сферой туризма устать. Желаю всем удачи в работе, здоровья и приятной жизни. Спасибо. Среди своих новых и старых друзей принять участие на втором международном форуме по туризму. И хотел бы от имени Гуд поздравить с открытием русско-китайского форума, поблагодарить всех тех, кто все эти годы помогал развитию туризма между Россией и Китаем. В Китае есть пословица, называется «Весна – начало осеннего урожая». Поэтому весной уже Ван Тишань и Сурков приняли участие на открытии туристического форума. И за этот год, благодаря нашим правительствам, а также с помощью всех наших друзей, год туризма прошел очень успешно. Мы понимаем, что туристы, количество их растет с конца 90-х годов прошлого века. В прошлом году было всего лишь около 100 тысяч туристов между Китаем и Россией, а в этом году уже эта цифра превысила 3 миллиона. И мы понимаем, что контакты становятся все более разнообразными. И мы в этом сезоне, в этой декаде, эта цифра туристов составляет 870 тысяч. И мы видим, это крупный рост. Но по сравнению с тем, что из Китая выезжает более 70 миллионов туристов за границу, эта цифра еще очень мала. После года туризма, года России, такие группы, как Ваньда, начали новую программу инвестиций в российский туризм. И приграничные районы начали строительство новых погранзон экономических. Это все начато из-за нашего стратегического партнерства и поддержки глав государств. Это также говорит о том, что год туризма помогает общению нашим народам, а также нашим странам. И это также говорит, что между нашими управлениями по туризму нет никаких преград в общении. У нас это разные комитеты по туризму. Мы провели разные мероприятия. У нас развиваются очень тесные рабочие связи. Можно сказать, интерактивное общение уже налажено между нашими туристическими управленческими организациями. И мы становимся силой, которая движет развитие туризма. А также мы понимаем, что туризм – это свободное общение для простого народа. Это укрепляет и помогает узнать простому народу другую страну. Это укрепляет отношения между странами, укрепляет торгово-экономические отношения. И также, если мы возьмем общую тенденцию развития международного туризма, то мы видим, что сейчас туризм международный начинает меняться из двухстороннего. Это касается самих туристов, касается движения капитала, касается кооперации, что это превращается в многостороннюю. Поэтому ГУД готов продолжить свои старания в этой направлении. Первое – поставить первым инвестиционное сотрудничество. Наши стороны должны создать новые условия для инвестиций в области туризма и активизировать наших партнеров, а также крупные предприятия, чтобы они могли больше общаться и помочь им найти нормальные каналы для инвестиций в области туризма. Также нам следует продолжать развивать общение на разных платформах. Это касается форумов, комитетов. И здесь также продолжить сопрождение инвестиций в области туризма и расширять рынок туризма. Третье – улучшать инвестиционный климат. Наши стороны также должны продолжать стараться на базе взаимовыгодной базы взаимоуважения, создавать равноправные условия и понимать, что мы должны представлять услуги друг другу, а также поддерживать друг друга на своем внутреннем рынке. Дорогие друзья, туризм России и Китая будет стремительно развиваться. Рынок, кадры, инвестиции и продукты туристического рынка будут продолжать тоже развиваться. И я уверен, что наши дальновидные представители коммерции помогут, возьмутся за руки и помогут нашему дальнейшему развитию. Благодарю всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова